Всем привет! Знаете ли вы, какие тайны в себе хранят морские звезды? Думаю, вы многое о них не знаете, потому что морская звезда это не просто морской организм, который прилипает ко дну, иногда шевелится, затем умирает и превращается в сувенир для бабушки, как память о твоей поездке на море. Сейчас я вам немного расскажу о том, кто же такие на самом деле морские звезды и покажу 10 самых ярких, красивых и необыкновенных, может даже редких видов. Зрелище действительно интересное, так что приятного вам просмотра. Ну, думаю, можно начать с того, что морские звезды это один из древнейших видов животных, живущие по сей день на планете. И да, морские звезды это беспозвоночные животные и являются представителями типа иглокожия. В ископаемом состоянии они известны со времен Нижнего Палеозоя. Палеозоя. Около 400 миллионов лет назад. В настоящее время известно более полутора тысяч современных видов морских звезд. Это вот столько, только на полтора тысячи больше. Они систематизированы примерно в 300 видов и 30 семейств. Кстати, в различных источниках пишут по-разному. Где-то сказано, что их более полторы тысячи видов, где-то что 1600, а кое-где что 1700. Большинство морских звезд хищники, питающиеся главным образом моллюсками, морскими уточками. Не такими. Вот такими. Да, это морская уточка. Сам в шоке. Еще они жрут многощетинковых червей и других беспозвоночных. Некоторые питаются планктоном. Есть виды, способные ловить добычу при помощи педицелярий. Это такие присосочки. Морские звезды преимущественно раздельно полы. Они размножаются, выметывая в воду яйцеклетки и сперматозоиды. После оплодотворения образуется свободно плавающая личинка, випинария или брахиолярия, которая обычно прикрепляется неподалеку от взрослой особи того же вида и под действием ее феромонов проходит метаморфоз. Необычный малыш. Я родился. Некоторые виды гермафродиты вынашивают молоть в особой выводной сумке или полости. Ну все, основы теперь вы знаете. Вот вам интересный факт. Не секрет, что у морских звезд хорошая регенерация. А вы знали, что если разрезать звезду на две части, то каждая отрастит отрезанную половину. И получится две морских звезды. А некоторые способны отрастить себе клона из оторванного луча. Вот был оригинал. Было у него пять лучей. Вот эти ноги это лучи. Один случайно отрезали и он отрастил себе себя. Эти кадры я взял из фильма Халк. И благодаря морской звезде Халк такой крутой. Но видео не об этом. Вот вам топ 10 самых ярких и необычных морских звезд. Этот красивый камушек на морском дне на самом деле морская звезда кульцита новогвинейская. Такую звезду можно встретить в индийском и тихом океанах. Например в Мадагаскаре, Филиппинах и Новой Гвинеи, в честь которой звезда и получила свое название. Маленькие подушечные звездочки очень различаются по внешнему виду. По мере роста области между руками заполняются и расширяются по сравнению с областями трубчатых ножек. А руки становятся короче по сравнению с диском, который становится раздутым и более массивным. Короче, чем старше звезда, тем меньше она похожа на звезду и больше на подушку. Особенно если учитывать, что некоторые такие подушки вырастают до 30 сантиметров в ширину. Элегантная морская звезда. Имеет пять треугольных рукавов, расходящихся вокруг центрального диска. Ее окраска красноватая, иногда бывает голубоватой или оранжевой. И более или менее густо покрыта крупными рельефными кремово-округлыми пластинами, слегка угловатыми вверху и уменьшающимися к концу плеч. Эти пластины оставляют обычно открытую пятиугольную область на центральном диске, но иногда они тоже могут полностью ее покрыть. Взрослое животное достигает в диаметре не более 10 сантиметров. Элегантная морская звезда присутствует в тропических водах Индии и на Мальдивских островах, где ее можно наблюдать с поверхности до глубины 35 метров. Обычный санстар. Обычная солнечная звезда обычно встречается на каменистых основаниях, крупнозернистом песке и гравии. Кажется, она предпочитает районы с высокой интенсивностью движения воды. Очень маленькие солнечные звезды иногда встречаются в каменных лужах. Они красноватые наверху с концентрическими полосками белого, розового, желтого или темно-красного цвета, а на нижней стороне они белые. Она покрыта сверху щетинковидными шипами, при этом краевые шипы несколько крупнее. Толстый центральный диск довольно большой. Этот центральный диск имеет сетчатый узор из выступающих гребней. Область рта голая. У нее относительно короткие руки, которых обычно насчитывается от 8 до 14. Ее радиус может достигать 15 сантиметров. Она ест почти все, включая более мелких морских звезд и в том числе солнечных звезд, проглатывая их целиком. Морская звезда Линкия обитает в водах от западной части Индийского океана до юго-восточной Полинезии в Тихом океане. Обычно она синего или светло-голубого цвета, тело имеет 5 лучей с заостренными концами, вырастает на 30 или 40 сантиметров в диаметре, в условиях неволи около 30 сантиметров. И да, верно, морских звезд содержат в домашних условиях. Эта морская звезда обитает в основном на мелководье, встречается также на глубине до 50 метров. Предпочитает жить поодиночке, ведя преимущественно ночной образ жизни. Всеядно питается мертвыми животными, мелкими беспозвоночными и морскими водорослями. Синяя окраска призвана предупреждать потенциальных врагов о токсичности животного. В случае утраты части тела Линкия способна восстановить утраченный луч. Это раздельно полое животное, хотя может размножаться и как гермафродит. Особенно в неволе. Морская звезда Акантастер или Терновый венец Морская звезда Терновый венец получила свое название от ядовитых шипов, покрывающих ее верхнюю поверхность, напоминая библейский Терновый венец. Окраска самая разнообразная, причем довольно яркая. Оранжевая, красная, синя-зеленая, пурпурная и так далее. Это одна из самых крупных морских звезд в мире. Диаметр ее тела может достигать 50 сантиметров. Но это не рекорд. Передвигаются они крайне медленно, около 10 метров в час. Но несмотря на это, Терновые венцы являются активными и очень прожорливыми хищниками. За день одна такая звездочка может разрушить до 2 квадратных метров кораллов. Кораллы являются не только местом обитания, но и обширной пищевой базой для многих морских обитателей. А так как Терновый венец очень хорошо размножается и много жрет, люди решили с ним бороться. И тут возникли проблемы. Руками его собирать нельзя. Бить их палками тоже не вариант, так как из каждого луча может появиться новая звезда. Отравить воду в способ, конечно, хороший, но он противоречит первостепенной задаче. В итоге стали предпринимать другие меры по сокращению численности тернового венца. Самым действенным методом оказалась охрана тех видов морских обитателей, которые являются естественными их врагами. Это некоторые виды рифовых хищных рыб, креветки-орликины, моллюски, гигантский тритон или хорония. Для защиты последнего даже ввели строгий запрет на его отлов и продажу. Гребешковая потирия имеет широкий диск и очень короткие лучи. Лучей обычно 5, но изредка встречаются особи с 4 и даже 9 лучами. Диаметр до 18 сантиметров. Верхняя сторона слегка выпуклая. Синяя, голубая или темно-синяя с яркими пятнами от красных до оранжевых. Брюшная сторона плоская, однотонная, желтого цвета. На ней есть короткие гребешки из мелких иголочек, соединенные перепонкой. Обитают вдоль побережья Тихого океана, от южных Курил и залива Анива до Желтого моря. Встречаются до глубины 40 метров. Всеядные падальщики и хищники. Обнаружив труп крупного животного, выворачивают на него желудок и переваривают вне своего тела. Мелких животных глотают. Ставь лайк, если считаешь, что это звезда-милашка. Морская звезда. Ученые вели споры, относится ли она к морским звездам. Да, это мы видим морскую звезду, а ученые сомневаются и проверяют. Вот, смотрите, это существо, которое очень похоже на звезду. Но это не так. Это чудовище зовут Змея Хвостка. Она не относится к морским звездам. Так же, как и морские ежи, они просто дальние родственники из класса иглокожих. Так вот, недавнее молекулярное исследование продемонстрировали, что... Относится к очень древнему и немногообразному клану. Они относятся к семейству Птеростеридое. Наиболее распространенные представители которого слизистые звезды или звезды-подушки. Эти звезды встречаются крайне редко. Максимальный их размер указывается около 30 сантиметров. Эта звезда подходит для содержания в аквариуме. Из-за своих способностей подстраиваться под окружающую среду и к самому разному рациону пищи. Мозаичная морская звезда. В теплых водах Индийского и Тихого океанов обитает уникальная морская звезда с эффектом сдвоенности. Этот эффект создается благодаря коричневому пятиугольнику диаметром около 10 сантиметров, расположенному в центре и обрамленному другим пятиугольником, переходящим в лучи. Мозаичные звезды чувствуют себя комфортно как на глубине 80 метров, так и на 6-метровой глубине. В отличие от большинства других видов, сдвоенные морские звезды откладывают крупные яйца, из которых на свет появляются уже полностью сформировавшиеся маленькие звездочки. Ее еще называют бисквитной морской звездой. Спинная поверхность бисквитной звезды усеяна твердыми гладкими пластинами, которые по краям и на концах пяти рукавов расширяются в выпуклые овальные щитки. Это одна из самых ярких морских звезд Новой Зеландии. Она бывает красной, оранжевой, коричневой или серебристо-пурпурной. Брюшная сторона представляет собой узорчатую сетку белого цвета с желтыми трубчатыми ножками. Часто встречается на дне морских водорослей, на каменистом или илистом дне от низких приливов до 300 метров. Попадаются и вот такие квадратные экземпляры. И, наконец, моя любимая морская звезда. Патрик. Эту морскую звезду можно встретить в мультфильме про мочалку в штанах. Или на прилавках магазинов игрушек. Она обладает примитивным интеллектом и отличается сильной харизмой. Кстати, это единственная в мире прямоходящая морская звезда. Ты что, совсем тупой? Патрику уже 20 лет, но за время своего существования звезда ничуть не изменилась. Она не растет и никак не развивается. Что и отличает ее от других сородичей. Возможно, Патрик и так знает, что он во всем лучше остальных и развиваться дальше ему нет смысла. Живет Патрик под камнем, в свободное время смотрит телек и тусит с друзьями. Хе-хе-хе, было весело. Теперь давай оденемся, как сказочные принцессы. Тусит или тусит. Надеюсь, мне получилось вас удивить, показав красоту и многообразие этих необыкновенных существ. Если вам понравился мой топ, вы знаете, что делать. Пишите в комментариях всякую дичь, а я на все отвечу. Это Красный Краб? Нет, это Патрик. Не подписан, подпишись, подписался. Субтитры сделал DimaTorzok